Наконец, последний компонент мобильной системы — это считыватели, называемые мобильные считыватели. На самом деле, первое, они ничем не отличаются от стандартных считывателей iClass SE. Единственное, что в плане системы мобильного доступа мы поддерживаем не полный ряд наших считывателей, а только вот эти вот четыре. То есть R10, RP10, R15, RP15, R40, RK40, RP40 и RPK40. Пока нет поддержки для считывателя DECOR, который стилизован под выключатель, и нет поддержки в плане мобильного доступа для считывателя R90. Мобильный доступ в качестве коммуникационного канала между смартфоном и считывателем может использовать два канала связи. Либо NFC, и этот канал — первое, о чем мы слышим от большинства людей, когда говорим про систему мобильного доступа. Когда кому-либо, знаешь, вот у нас есть система мобильного доступа. Ответ — это по NFC. Да, в том числе по NFC. Но основным каналом для нас является Bluetooth. Почему, вы сейчас поймете. Первое и главное, почему Bluetooth, потому что только по Bluetooth поддерживаются два режима работы. Режим близкодействия, ближнего радиуса действия, который мы называем TAB, и режим Twist & Go для идентификации на большом расстоянии. Хотя, с другой стороны, если говорить про NFC, то все современные считыватели, все считыватели, которые сейчас приобретаются, они изначально NFC-ready. То есть, в них это заложено по умолчанию. В плане Bluetooth, для того, чтобы считыватель его поддерживал. И, собственно, именно этим мобильный считыватель отличается от простой считывателя i-class SE. Так вот, в мобильном считывателе добавлен специальный маленький модулетчик, который обеспечивает нам интерфейс Bluetooth. Этот модулетчик устанавливается в специальный разъем с обратной стороны считывателя. Внешне, поэтому никак отличаться не будет. Хотя, опять же, типовой вопрос достаточно. Если я у себя на объекте установил мобильными не все считыватели, а только часть из них какую-то, из 110 у меня обладают Bluetooth-модулем, как пользователю помочь определить, какие из них поддерживают Bluetooth, какие нет? Где, как вести себя? Тут есть два варианта. Ну, либо самый простой, это просто на уровне запоминания, привычки. Либо второй, как известно, индикатор в считывателях i-class SE у нас многоцветный. Даже как мы громко говорим RGB. В стандартном варианте у большинства систем доступа он горит красным цветом в режиме ожидания. В случае с мобильным считывателем этот цвет, например, можно изменить на синий. Классический цвет, характеризующий технологию Bluetooth.